На спор! 1XB! Момент идёт! 1XB! Команда вперёд! 1XB! Победа придёт! Оставь в истории свой след! Твоя команда — твой успех! 1XB! 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 1XB — это твоя победа! 2XB! 1XBоя 4 Roseve ENT уехал в Christian Крым-медвнике. 2XB kor Javenkoур средства. 1XB! 2XB! 1XB! 4XB! 1XB! 3XB! 2XB! 4XB! 1Xillas ako Yavenko urch, 1XB! 5X Cofer! Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда – твой успех! 1XB – это твоя победа! Им не важно, снимут про них фильм или нет. Станут ли они героями книг или хотя бы комиксов? Мечтает ли кто-то про его суперкостюм? И с какой вероятностью его станет крылатой фразой? Им не важно. Это вам. Им важно делать мир немного лучше. Вот для кого нужен Жусан. Жусан. Приложение для тебя. Возможности для тебя. Ставки на спор! 1XB! Момент идет! 1XB! Команда вперед! 1XB! Победа придет! Оставь в истории свой след! 1XB! Твоя команда – твой успех! 1XB! 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 Это твоя победа! Олар жайлы фильм түсрлеме жоқпы? Китаптардағы немесе комикстердегі кақармандар катарынан табылама? Оның суперкостюмін бриу армандайма? Оның... Ханя-ханя-ханя! Деген сөздері қанатты сөзге айналама? Оларға бұның еш кайстыманыз даймес. Оларға әлемді сәлі бұлсы жақсарту маңызды. Міне осындай адамдырғы жосан керек. Жосан. Бұлсынша сен үшін. Мүмкіндіктер сен үшін. Ставкина спорт! 1XB! Момент идет! 1XB! Команда вперед! 1XB! Победа придет! Оставь в истории свой след! 1XB! Твоя команда, твой успех! 1XB! 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 Это твоя победа! Им не важно, снимут про них фильм или нет. Станут ли они героями книг или хотя бы комиксов? Мечтает ли кто-то про его суперкостюм? И с какой вероятностью его станет крылатой фразой? Им не важно. Это вам. Им важно делать мир немного лучше. Вот для кого нужен Жосан. Жосан. Приложение для тебя. Возможности для тебя. Ставкина спорт! 1XB! Момент идет! 1XB! Команда вперед! 1XB! Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда, твой успех! 1XB! 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 Это твоя победа! Олар жайлы фильм түрлеміз жоқ ба? 0XB! 1XB! 2XB! 1XB! Б 2XB! Момент идёт! Команда вперёд! Победа придёт! Оставь в истории свой след! Твоя команда — твой успех! 1ХБ — это твоя победа! Им не важно, снимут про них фильм или нет. Станут ли они героями книг или хотя бы комиксов? Мечтает ли кто-то про его суперкостюм? И с какой вероятностью его станет крылатой фразой? Им не важно. Это вам. Им важно делать мир немного лучше. Вот для кого нужен Жусан. Жусан. Приложение для тебя. Возможности для тебя. Ставки на спорт! 1ХБ! Момент идёт! 1ХБ! Команда вперёд! 1ХБ! Победа придёт! Оставь в истории свой след! 1ХБ! Твоя команда — твой успех! 1ХБ! 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 Это твоя победа! Олар жайлы фильм түсрлеміз жоқпа? Кітаптардағы немесе комикстердегі кақармандар катарынан табылама? Оның суперкостюмін бриу армандайма? Оның... Ханя-ханя-ханя! Диен сөздері қанатты сөзге айналама? Оларға бұның еш кайстыманызды емес. Бінау сізге? Оларға әлемді сәлі болса жақсартуманызды. Мені осындае дамдарға жұсангерек. Жұсан. Космша сеншін. Мен кіндіктер сеншін. Ставки на спор! Один Эксбэн! Момент идёт! Один Эксбэн! Команда вперёд! Один Эксбэн! Победа придёт! Оставь в истории свой след! Твоя команда, твой успех! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Один Эксбэн. Им неважно, снимут про них фильм или нет. Станут ли они героями книг или хотя бы комиксов? Мечтает ли кто-то про его суперкостюм? И с какой вероятностью его станет крылатой фразой? Им неважно. Это вам. Им важно делать мир немного лучше. Вот для кого нужен ЖУСАН. ЖУСАН. Приложение для тебя. Возможности для тебя. Ставки на спорт! Один Эксбэн! Момент идёт! Один Эксбэн! Команда вперёд! Один Эксбэн! Победа придёт! Оставь в истории свой след! Один Эксбэн! Твоя команда, твой успех! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Это твоя победа! Олар жайлы фильм түсрлеміз жоқпа? Китаптардағы немесе комикстердегі кақармандар катарынан табылама? Оның суперкостюмін бриу армандайма? Оның... Ханя, ханя, ханя! Деген сөздері қанатты сөзбе айналама? Оларға бұның еш кайстыманызды емес. Бінаусызге? Оларға әлемді сәлі бұлса жақсар туманызды. Міне осындай адамдырғы жосан керек. Жосан. Бұлсынша сен үшін, мүмкіндіктер сен үшін. Ставки на спор. 1x-ben! Момент идет. 1x-ben! Команда вперед! 1x-ben! Победа придет! Оставь в истории свой след. Твоя команда, твой успех. 1x-ben! 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 Им не важно, снимут про них фильм или нет. Станут ли они героями книг или хотя бы комиксов? Мечтает ли кто-то про его суперкостюм? И с какой вероятностью его станет крылатой фразой? Им не важно. Это вам. Им важно делать мир немного лучше. Вот для кого нужен Жусан. Жусан. Приложение для тебя. Возможности для тебя. Ставки на спорт! Момент идет! Команда вперед! Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда – твой успех! Один Экс Бэт. Это твоя победа! Олар жайлы фильм түсрлеме жоқ па? Китаптардағы немесе комикстердегі кақармандар катарынан табылама? Оның суперкостюмін бриу армандайма? Оның... Ханя, ханя, ханя! Деген сөздері қанатты сөзге айналама? Оларға бұның еш кайстыманызды емес. Бінау сізге. Оларға әлемді сәлі бұлса жақсарту маңызды. Мені осындай адамдырғы жосан керек. Жосан. Косымша сен үшін. Мүмкіндіктер сен үшін. Ставки на спорт! Один Экс Бэт. Момент идет! Один Экс Бэт. Команда вперед! Один Экс Бэт. Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда – твой успех! Один Экс Бэт. 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 Это твоя победа. Им не важно, снимут про них фильм или нет. Станут ли они героями книг или хотя бы комиксов? Мечтает ли кто-то про его суперкостюм? И с какой вероятностью его станет крылатой фразой? Им не важно. Это вам. Им важно делать мир немного лучше. Вот для кого нужен ЖУСАН. ЖУСАН. Приложение для тебя. Возможности для тебя. Ставки на спорт! Один Экс Бэт. Момент идёт. Один Экс Бэт. Команда вперёд! Один Экс Бэт. Победа придёт. Оставь в истории свой след. Твоя команда – твой успех. Один Экс Бэт. 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 Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда, твой успех! Всем привет, друзья! Всем привет! Это второй день второго сезона медийной футбольной лиги второго сезона. Ну что, пацаны, всем привет! Это Agressy и SD Family. SD Family усилился. Agressy — это команда. Ослабился. Ослабился. Ну, может быть, и ослабился в связи с тем, что здесь уже в медиафутбольной лиге, в отличие от LFL, где вы играете, нужно уже добавлять медийных именно ребят. Давай посмотрим, сейчас обсудим все это. Если что, кто-то вдруг не знает. SD Family — это команда из Казахстана, которая была и в первом сезоне. Единственное, что Альдиара не было в первом сезоне, но человек, который, если вводишь его в поисковике в Ютубе, там появляется сразу. Кто главный в Ирина Кайратовна? Ну, это... Возможно, ты. Это преувеличение, да. Нас там шестеро, по сути, Ирина Кайратовна, но с командой представляю я один. Ну, в целом, мы в целом представляем Казахстан. Поэтому, ну, камон, там в поисковике не надо писать Альдиар, надо писать SD Family, и наши пацаны выскочат там. Красиво сказал. Кира Воробьев, спортивный журналист. Сейчас ты работаешь в РПЛ. Напомни, кем? Слушай, я делаю контент для соцсетей. Да, ну, диджитал занимаюсь, вкратце. Ну, и Эгреси тоже медийку пытаюсь скачать. Всякие соцсеточки, всякие, там, не знаю, видосы на Ютубе. Все вот эти. Эгреси — это команда Василия Уткина. Сразу же вопрос. Как ты думаешь, однажды, ну, чисто теоретически, ради медиа, возможно увидеть Васю, ну, в воротах, например? Так он же говорил во время конференции, как, по-моему, в июле или в июне, что если надо, он придет на челленджи, и на челленджах его точно можно будет увидеть. То есть это в силе? Да, конечно. Это не, там, хайп радио. Потому что некоторые команды, знаешь, там, ради хайпа говорят, что за них будет играть в жарах. Блин. А выяснять, что нет? Ну, я надеюсь, мы будем уговаривать его очень сильно, чтобы он все-таки залетел как-нибудь. Ну, тут же, понимаешь, тоже, если он придет на челлендж, то придется его тренировать на протяжении недели, потому что нам очки же нужны в турниру таблицу. А там же, я так понимаю, если челлендж выигрываешь, то это идет в турнирку. Ну, вот, тем более. Альдиар, расскажи, пожалуйста, вообще, насколько ты в порядке по футбольным качествам. То есть реален ли тебя увидеть на поле так, что ты не просто там выйдешь на пять минут, как краб за Тудроц, а еще и будешь играть в полноценные матчи, пользу приносить. Ну, как решит наш тренер Михайлович, в целом я готов. У меня есть небольшое повреждение, но там, кроме меня, есть 19 прекрасно играющих пацанов. И я надеюсь... 19? Ну, 19 я имел в виду, что сейчас только приехали. Там на трибунах еще сольник сейчас будет. Они тоже, если что, могут заменить в любой момент. Просто вот, ну, казахи такие сверхлюди, мы умеем играть в футбол где угодно, если мы даже болельщики. Кстати, ну, ты хорошо, что ты об этом сказал. Казахи и сверхлюди, да, ваши? Это безусловно. Но в первом сезоне очень многие задавались вопросом, приезжает сборная Казахстана, да, по сути, так это можно назвать. Приезжает в Москву. В Москве огромное количество казахов. Почему трибуны не забиваются, как условно, у 2D? Потому что вы же не просто ноунеймы, вы известные ребята, у вас огромное количество подписчиков в соцсетях. Почему не приходят люди, хотя бы по 10 человек за каждого, и там было бы уже 100 человек, например. Это смотрелось бы совершенно... Бро, нашему телебизнес, потому что, сам все знаешь, бренды закрылись, наши везли из Казахстана в Россию, поэтому не до этого было, видимо. Ну, просто, видишь, я пацанам тоже курсанул, сказал, пацаны, нужна поддержка, сейчас должны поддержать, подъехать, поэтому все нормально будет. Первый сезон NFL, знаешь, мы типа казахи вот так, типа, это что такое, мы так посмотрим, а потом, а, все-все-все, и сейчас вот все нормально будет, брат. Кир, кто у вас сильные ребята в команде, на кого людям, нашим зрителям нужно обратить внимание, потому что здесь знают, скажем, звезд первого сезона, знают звезд некоторых других команд, но вот Egressi – это новая команда для NFL, поэтому расскажи, на кого нужно обратить внимание. Ну, смотрите, если на поле я, то за моими действиями слить не надо, потому что я с отрывом худший игрок команды, но вообще у нас есть чуваки, которые играли в Роме, это Игорь Струнин, он играл на МКС, это Глеб Алексеев, это Серега Коваленко, который любит в первом туре красный получать в первом же матче, надеюсь, что сегодня он этого делать не будет. Он жесткий игрок? Нет, он… Ну, это, условно, чужой в Бомкале? Нет, конечно, нет, это наш центральный защитник, который просто иногда не поспевает за другими. Вот, конечно же, нужно обратить внимание… Стоп, Коваленко же играл в первом сезоне, верно? У нас их два, у нас их два. У нас есть Петя Коваленко, это Олд наш, вообще, там, основатель Egressi. Вот, а есть Серега, он пришел к нам в прошлом году, он, ну, непосредственно, вот, нас усилил. Он не играл в первом сезоне МФЛ? Он играл за Рому. За Рому, и получал красную, кстати. Да, вот ты красный. Да, я же говорю, что он все время получает красную в первом туре. На МКС, на МФЛ, поэтому Ромаро его не выпустило, я так понимаю, в последнем МКС в первом туре, чтобы, ну, не играть десятером, конечно. Давайте посмотрим… Спасибо, что все это рассказал, но есть еще один представитель вашей команды, который дал уже интервью Камиле Харрисовой, поэтому мы сейчас посмотрим, что он нам рассказал. Я бы тоже посмотрел. Давай. Паша Чапурин, команда «Эгресси», новички второго сезона МФЛ. Расскажи, что у вас новое, потому что многие болельщики вас ругают за то, что, несмотря на то, что вы давно вообще в футболе любительском, а вас особо так ничего не известно. Очень странно, что неизвестно, мы просто медиафутбольный арт-хаус, ну, есть киношка, которую смотрят все, коммерция и так далее. Вот. А мы такой очень качественный арт-хаус, уже больше пяти лет на Ютубе, и все, кто хочет с нами познакомиться, может посмотреть старые выпуски. Ну, а сюда мы пришли, чтобы заявить о себе по-новому, чтобы о нас узнали. Вот. И у нас весь состав, он примерно состоит из тех людей, которые все эти пять лет были в команде. Первый сезон МФЛ смотрели? Что нравилось? Почему решили прийти во второй? Конечно, смотрели, особенно уже ближе к концу, когда большая волна популярности пошла у этого движа. Ну, то, что не нравилось поле, и, кажется, оно не очень поменялось. Оно осталось? Оно осталось, да, но качество, говорили, будет получше, но вот так, на первый взгляд, не очень. Вот. А в остальном, ну, у нас самые большие опасения, на самом деле, по поводу негатива, который есть в МФЛ. У нас многие парни такие интроверты, на самом деле, и под гнетом критики, шквалом негатива они могут посыпаться. Ну, посмотрим, как все будет. Первый тур, мы в нетерпении. А вообще, вы же знаете, что будет пресс-конференция по итогам каждого раунда? К ней-то вы готовы морально? Особенно представь себе, если вы будете с бролками, там вообще, ну, неадекватные ребята. Поверю, у нас есть парни, у которых нужно будет отрывать с мясом микрофон. Вот. И Егоров и Райзен еще захотят их переманить просто потому, что они говорят, а не потому, как они играют. Ну, а сегодня, я надеюсь, у вас будут с мясом отрывать мяч команда СД. Эгреси, Паша Чапурин. Нет, я ни за кого не болею. Это за кадром. Спасибо большое Камеле Харрисову и Паше Чапурину. Паше Чапурину респект за то, что он делает интервью. С Колей Осиповым я видел, с Севой Крысевой, который ворвался в информационное пространство медийной футбольной лиги. Так, есть одна тема, Альдиара, о которой я хотел поговорить с тобой. Присутствие Андрея Аршавина в заявке. Вы реально верите? Ну, он же был вроде в первом сезоне в заявке Матч ТВ, но, к сожалению, не вышел. Но есть одна прекрасная новость для всех болельщиков СД Фэмили и, может быть, новость для вас. Владимир Гранат буквально несколько часов назад он подписал с нами контракт и он будет играть в этом сезоне МФЛ за нашу. Это действительно случилось буквально несколько часов назад? Несколько часов назад нам, Дидар, это сказал буквально, вот когда мы собирались выезжать. И вот, Владимир Гранат... Ну, это серьезно, конечно. Ну, видишь, просто Гранат и Казах все подходит, понимаешь? Гранат, Казах. Да, Гранатовые просто, понимаешь? Все, понятно. Нам, мне, пацаны из вашей команды говорили, что чуть ли не новости, вот в частности про Гранаты, они узнали из телеграм-каналов. Да, да, ну, потому что Дидар живет на третьем этаже. Остальные на четвертом и пятом. А Гранат тоже узнал из телеграм-канала, что он за вас будет играть? Нет, Гранат тоже узнал из телеграм-канала, что он будет за голосом играть, я точно уверен в этом. Сейчас узнаем, что мы услышим и узнаем из интервью игрока SDFamily. Давайте это сделаем. Сайла, SDFamily, ваше присутствие во втором сезоне МФЛ было под вопросом, но вы здесь, я вас поздравляю, очень рады видеть. Как, где вы живете? Здравствуйте, мы живем в Москве, да? Ну, живем так же, как и в первом сезоне, в гостинице, в отеле. Название отеля... В той же? Не-не, не в той же. Название отеля, пана-отель. Для фанатов, да, сказано? Да, это... Да, это... Вот как-то так. Ну, живем в отеле, короче говоря, и все. Что еще... Что можно еще... Самый главный вопрос. Отель оплачен до конца сезона? Или опять будете так, по ситуации? Ну, знаете, отель оплачен до конца сезона. Мы забронировали отель в Краснодаре, на всякий случай. Забронировали отели в Сочах. В общем, ну, до финала тут. А почему в Краснодаре, в Сочи, я что-то не знаю? Возможно, что-то не знаете вы. Самое время рассказать. Нет, ну, были слухи же, что, возможно, какие-то полуфинальные, по-моему, матчи сыграются на стадионах Краснодара и Сочи. С ума сойти. То есть вы заранее, уже в начале сезона, забронировали там отель для себя? Ну, конечно, нет. Я просто шучу. Но нужную информацию Сайла нам дал. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за информацию Сайле и Камеле Харрису за это интервью. А теперь, друзья, пожалуйста, давайте посмотрим на нашу эту студию здесь, которая присутствует. Потому что Кир Воробьев, представитель команды, игрок команды Agressy, сейчас объявил, напомнил нам о том, что ведь сегодня на поле, и это, кстати, сенсация, да, мы об этом еще не говорили ни в одном телеграм-канале. Эй, Николасика, эй, Крисево, где вы? Потому что записывайте. Сегодня на поле выйдут Алексей Миранчук. Не факт, не факт. И Александр Кокорин? Есть шанс, что, да, появится Саша Кокорин и Леха Миранчук на поле. Потому что? Потому что, да, смотрите, вот у меня вот здесь... Сначала расскажи. А, хорошо. Ну, я не верил, что футболисты русские могут уехать в Европу, и непосредственно написал твит пару лет назад, что если кто-то из русских футбиков перейдет в европейский клуб, то я набью его у себя на груди. По-моему, эта тема появилась, когда Черчесов сказал про золотой актив. Чуть попозже, чуть попозже. Чуть попозже, да. Вот, и через три дня Миранчук перешел в Торино. И я такой, блин. В Аталанту. В Аталанту, да, да. Блин, я такой, блин, ну ладно, придется бить. И посмотрите, пожалуйста, крупным планом. Можно, пожалуйста, изображение. Леха Миранчук, да, специально написано, что это не Антон, чтобы не перепутали. Вот, они очень похожи, по-моему. Можешь показать еще раз, пожалуйста? Конечно, пожалуйста. Слушай, на самом деле не обязательно было писать, что это не Антон, потому что это не похоже ни на другого. Это видо, что Леха, видо, что Леха. Ну, собственно, да. А это ты имеешь в виду, что не факт, что ты сам на поле появишься, да? Конечно, конечно. Я надеюсь, ну, в интересах нашей команды, я надеюсь, что я не появлюсь сегодня на поле, потому что мы хотим все-таки с победы начать сегодняшний матч. А у вас, кстати, в команде играет парень, 26-й номер. Он играл за... он сейчас игрок сборной Казахстана. Да. Дисквалифицирован временно, поэтому он сейчас играет за вас. Год назад он забивал албанцам с центра поля. К сожалению... Без прикола, в лиге нации. К сожалению, мы, казахи, не можем набивать татуировки, потому что это харам. Серьезно? Но в целом, да. Блин, прикольно. Но в целом, прикольно, что к нам в команде, да, и, кстати, Кир, предупреди свою команду, что обязательно нужно смотреть за Айболом и Абекеном. Это вот он как раз, да. Вы сейчас его увидите. Ну, кроме него, есть Хуаныш Советов, Дидар Садахпек, Ерожан Абылов, Дос, Егор Алишаускис. Короче, вся команда. Внимательно, ребята. У меня сейчас, знаешь, вот такие вот цифры, как... Да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не, просто он может с центра поля. Мы сейчас просто к мы... А, я передам, я передам вратарям. Все-все, брат. Все, договорились. Ты уже тренировался с ними, да? Ты видел, насколько они в порядке, да? Да, конечно. Мы уже несколько матчей провели в Казахстане. Да, это маэстро. Это чистый маэстро. Это чистый истинный казахский дух. Давай подводить итоги. Твое мнение, Алдиар. Вы сегодня переедете эгрессив? Я не хочу недооценивать соперников или их переоценивать. Респект. Да, это прикольные ребята, чемпионы России. Я не хочу... Не, мы чемпионы мира, ты перепутал. Чемпионы мира, да. Ты не смотрел в 18-м году? Мы чемпионы Юпитера тогда. На Никольскую выходили люди, кричали. Но, брат, не в обиду, да. У нас опять же, брат, говорить о том, что как матч закончится, я не хочу говорить. Ну, тогда не говори. Потому что нам нельзя говорить. Хорошо, у нас есть демократия. Да, ребята, да. Результат от Всевышнего, пацаны. Все. Но выиграют казахи. Да, а ты что скажешь, Кир? Ну, смотрите, все очень просто. Если я выйду на поле, значит, мы не выиграем, потеряем очки. Если я не выйду, значит, скорее всего, будет все-таки победа. Поэтому я тебе советую подойти к нашему тренеру и настоятельно рекомендовать ему выпустить меня, ну, в первом тайме, как минимум. Все, хорошо. И давай, в завершении еще расскажи нам какой-нибудь инсайт. Вася Уткин что-то говорил вам, как-то вдохновлял перед этой игрой? Мы его не пустили в раздевалку. Ты что? Мы бы не поместились все вместе там. Ты что? У нас три человека приехало. Еще Вася-то, чтобы зашел? Нет, ничего не было. Я думаю, что уже можно заканчивать нашу студию. Кир Воробьев, спасибо огромное. Спасибо. ЛДР из команды SD Family. Парням удачи. Нам тоже всем удачи. Давайте начинать. Совсем скоро футболисты появятся на поле. Итак, второй день, второй игровой день второго сезона первого тура медийной футбольной лиги «Эгресси» против SD Family. Вот-вот начнем. Алга, Казахстан. Алга, Алга. Алга, Алга, Алга. Алга, Алга, Алга. Алга, 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 Алга. ЛДР из команды «Эгресси» против «Эгресси» против «Эгресси». Ну, все уже продолжается. Вчера были матчи. Сегодня уже один матч был. Рома сыгралась на спорте. С обновленными на спорте. Ну, в целом обновленная Рома, да? 1-1. Ну, а теперь новая игрушка. Эгресси против SD Family. С SD Family мы уже знакомы прекрасно. SD команда такая сборная Казахстана, которая усилилась. Кстати, я не просто говорю про сборную Казахстана. Усилилась очень крутыми футболистами. В частности, у них потрясающий 26 номер. Это Айбол Абекен. Айба у него написано на футболке. Можно, наверное, его Айба просто называть. Айба прямо сейчас даже игрок сборной Казахстана. Но сейчас он дисквалифицирован. Поэтому... А это так-то уровня как раз сборной Казахстана. Футболист год назад в матче Казахстан против Албании. Вот этот молодой человек забивал. Сейчас, внимание. С центра поля. Как только эта игра закончится, найдите там на ютубе, прогуглите, посмотрите этот гол. С центра поля. Кик-офф. Просто бабах туда. Но есть и плохие новости для SD Family. Богдан Грушевский все еще в заявке. Да, но, возможно, он сегодня в составе не появится. Поэтому есть шансы у команды SD. На этой шутке, конечно, Богдан. Прекрасный парень. Эгресси. Новая команда для медиафутбольной лиги. Но не новая команда для Москвы. Для, в целом, российского футбольного ютуб-сообщества тоже. Потому что Эгресси. Команда Васи Уткина. Легенды отечественной спортивной журналистики. Да и телевидения, да, тоже. Вот он, Василий Уткин. На футболке у него написано «Худи Васи Уткина». Говорит, что он скоро будет продавать. Вася мне за эту рекламу ничего не платил. Но вот просто из уважения. Небольшой дождик здесь начинается. Главный арбитр матча Александр Филимонов. Он помогает Анастасию Мещерякову, Нина Зобова и Максим Тупиков. Классно. Кстати, да, что на лайнсманах, лайнсвуманах, получается, на две девушки. Ну, Нина Зобова мы помним. Нина Зобова и в первом сезоне тоже работала. Супруга Максима Зобова. Был эпизод с участием Нины Зобовой. Помните, когда один игрок чуть не попал по ней, выбивая мяч. Тогда даже немножко как будто всплакнуло. В общем, на эмоциях Нина Зобова. Но в конце концов она и продолжает судить. И будем вырывать, пацаны, зубами, ногами, рукаин. Потому что мы говорят казаки. Мы сюда приехали со всех городов, потому что мы представляем. КОЛОСОВ! Мы будем играть до конца, пока у вас не остается ни одной капли крови, потому что мы! КОЛОСОВ! Мы будем биться до смерти, потому что мы! КОЛОСОВ! Мы потомки великих батыров и хоров, потому что мы! КОЛОСОВ! Я хочу, чтобы убили любого, кто будет играть против нас, потому что мы! КОЛОСОВ! МОЛКА КОЛОСОВ! Вау! Вау! Это был Алдиар Жупарханов, представитель банды Ирина Кайратовна. Я думаю, что многие знают, что это такое. Ну и сейчас он в команде SD Family. И эта речь, по-моему, была одна из лучших, что вообще были в… Медиа в футболе, давайте посмотрим, что за речь у парней из Эгреси. Парни, давайте покажем им, как и надо играть в футбол, и как надо любить футбол. Парни, я вас всех обожаю, поэтому давайте за Эгреси, Северо-Восток и за всех родных. За Северо-Восток в Москве бьются сегодня Эгреси, ну и, конечно, за вот эту эмблему. Ну что, вот он состав Эгреси, сейчас обсудим детально, вот как это выглядит на картинке, 4-3-3 форма, схема, и насчет формы хотел сказать, как раз на форме Эгреси, сейчас посмотрим на нее тоже крупняком, на форме Эгреси, которая явно, кстати, выделяется от всех других маек Джерси, которые есть в медиафутбольной лиге, она потому что оригинальная, очень уникальная. На форме Эгреси, Бабушкинский район Москвы, Северо-Восток как раз тот самый, ну и за район бьются ребята. Форма действительно прикольная, такие, да, районы-кварталы к группе Зверя. Привет, вот она, вот она, эта форма. Круто сделали, и, кстати, там тоже, да, по-моему... Да, посмотрим, мне показалось, что ли, ничего обычного тоже сделали эту форму. Потому что вот это движение ничего обычного, которое сейчас вы наверняка знаете, что они работают и с командой десятка тоже. Объединение этих команд, футбольная составляющая из ничего обычного, ну там часть, по крайней мере, да, в том числе Даня Чалов и форма, которую они сделали, это тоже совместно с ничего обычного, симпатичная форма, которую сегодня с утра ребята представили. Ну что ж, игра начинается. SDFamily против Эгреси. Привет, чат. Отдельно приветствую чат, потому что, напоминаю вам, пишите свои комментарии, пожалуйста. Пишите свои комментарии. Что в той номере? Да, я буду на что-то там интересное или на самое неинтересное тоже отвечать. Пока нас смотрят... Сейчас скажу, сколько нас смотрят. Струн, Глеб! Открываем YouTube. На разок, на разок половина. Это у меня, видимо, все долго открывается. Да, 10 тысяч для старта неплохо, но давайте побольше. Вижу Казахстан алга, вижу Эгреси вперед. В общем, пишите, да, за кого вы сегодня болеете. О, интересно, Лека пишет. Я с Бабушкинской, но болею за SD. Вторая минута матча, и думаю, это самое время для того, чтобы составы команды назвать. Ну, погнали. Состав SDFamily. Итак, Яросыл Аханов, 30-й номер. Егор Алишаускас, 57-й. Дазжан Кимжигулов, 21-й. Максим Чудинов, 4-й номер. Дин Мухаммед Гордобаев, 99-й номер в составе SDFamily. Нэрдуалет Аббас, 56-й. Айбол Абикен, 26-й. Куаныш Советов, 23-й. Тамерлан Замирбекулы, 5-й номер. Дидар Садыкбек, 10-ка. И капитан команды. Ну, Диду уже все знают по первому сезону. Отлично. Ну, а те, кто смотрели матчи Амкала, в том числе, да, с командой SDFamily в Казахстане, собирал Амкал вместе с SDFamily в стадион. До Диду помнят и оттуда тоже, конечно же. И Ербалат Жанапылов, 7-й номер в составе SDFamily. Главный тренер команды Дмитрий Черепов. Состав Агрессив. Алексей Клюкин, 31-й. Сергей Воструков, 3-й. Сергей Коваленко, 53-й. Виктор Косачев, 77-й. Михаил Сушилин, 13-й. Дамир Курамшин, 86-й номер. Глеб Алексеев, 9-й. Игорь Струнин, 7-й. Никита Зорин, 33-й номер. Артемий Пономарев, 8-й. Вадим Сминчугов, 42-й номер. А это тренер Эгрессив. Антон Попов. А почему 3-й у него? Саламаха. Парень из структуры Родины, кстати. Футбольного клуба, который в ФНЛ играет, в Первой Лиге играет. Он, насколько я знаю, в Молодежке Родины. Валера я давно знаю, просто. И недавно как-то видел его как раз в этой банде Молодежки Родины. Очень мечтал он тогда уже как-то, скажем так, работать в Медиалиге или играть в какую-то команду. Но вот здесь он, видите, в Эгрессе как помощник главного тренера. Арбитров я уже назвал. Сделают еще раз Александр Филимонов. Ему помогают на бровках Анастасия Мещерякова, Нина Зобова и Максим Тупиков. Это резервный судья. Ну вот и всех уже назвали. Всем еще раз привет. Меня зовут Карен Адамян. И можем начинать. Это Паша Чапурин закрывает камеры. Я не знаю, может парни вдохновились, кстати, Текилой, который вчера был здесь телохранителем, скажем так, Секерити, который не пускает лишних людей в зону Родина Медиа. И вот, пожалуйста, самая настоящая такая история с телохранителями у ребят из Эгресси. Ну, конечно, такая немножко юмористическом ключе. Ошибка у Эгресси, и это шанс для команды SD Family. Но все подчищает Сергей Вострухов. Кстати, хочу отдельно респектнуть пацанам из Эгресси, в частности Киру Воробьеву, который в этой команде играет. Какой дальний удар! Это было хорошо. Первый момент у ворот в целом в этом матче. О, кстати, ну это же классика жанра, да? Как раз Айбол Абекен, который с центра поля сбивал албанцам в матче Албания-Казахстан. Как раз он сейчас и бил с центра поля, но голкипер Эгресси справляется. Ну, хорошо. Кто, если не Айбол Абекен, и должен был попробовать себя издали? А теперь шанс у Эгресси. Не, нашло дело до удара. Да, но за пять минут пока не плохо. Команда, конечно же, и знакомится друг с другом, и в целом оценивает какие-то свои возможности тоже. Коля Осипов здесь с нами, президент футбольной лиги, медиафутбольной лиги. Коль, привет еще раз. Скажи, пожалуйста, помнишь тот день, тот час, тот миг, когда ты узнал об интересе Васи Уткина к лиге? И о том, что он в целом за то, что и хочет, чтобы его команда была здесь. Каран, это один из таких знаковых моментов в межсезонье. Мне приходят сообщения в телеграм-канале о Василии перед нашими глазами. И там сообщение, что Николай, здравствуйте, Василий Уткин беспокоит. Хотелось бы подать заявку и просмотреть вариант участия нашей команды во втором сезоне. Но это приятно очень. Это нереально приятно. Потом последовала встреча с ним, с кем-то из ребят. Я тогда еще не знал по имени. А сейчас это Чепа, если не ошибаюсь, запасной вратарь. И один из самых ярких медийных ребят у Василия. Сейчас может опасно получиться. Классная атака как раз команды Васи Уткина. Под себя убирает игрок. Ох, как здорово. И навес немножко сильный кажется, но получается обработать мяч. И вот он удар. Нужно еще добивать. Ну сколько же возможностей для удара. И вот он, наконец. Но в итоге не самый опасный. Да, этот самый удар. Вадим Сминчугов бьет. Седьмая минута. Могла очень опасно закончиться для команды SD Family. Потому что они чуть не пропустились. Здесь был шанс, во-первых. Удар внешней стороной стопы. В соперника попадает игрок Агресси. А потом Вадим Сминчугов снова подхватывает мяч. И уже с левой ноги. Не самый сильный удар, конечно. Поэтому и вратарь так спокойно справляется. А вот эта красота в центре поля. Это против Куаныша Советова. Если помнишь в матче с... Господи, с кем же играли? С Ромой, что ли? Когда играли SD Family. Там дело доходило до таких моментов. Не, это было со StarMix. Когда Костя Браво поддался буквально с Куанышем Советовым. Я к тому, что за вот эти вот пробросы между ног Куаныш Советов потом может и отомстить. Да-да-да, и он это не забывает. Итак, вернемся к теме Васи Уткина. Насколько я помню, конкретно история с Васей Уткиным была еще такая, что мне говорил об этом Дима Шнякин, что когда ты звал его на пресс-конференцию, Вася чуть ли не поставил такой ультиматум, что я приду только в случае, если команда моя точно будет во втором сезоне. Ничего не вынудил тебя сказать ему «да». Нет, ну скажем сразу, как только поступила заявка от команды Василия, я для себя решил, что эта команда должна быть во втором сезоне. Поэтому, когда Василий вот такие ультимативные заявления огласил, было понятно, что я заверил в том, что команде быть, и, естественно, он на конференции. Это всегда долгожданный, желанный и очень... Конечно, Вася Уткин – это глыба российского спортивного ТВ, российской спортивной журналистики. Надеюсь, струнг получает по ногам. Карен – это человек, который входит в топ-10 самых цитируемых спортивных журналистов России. Ну, о чем мы можем говорить? Его телеграм-канал насчитывает больше 100 тысяч подписчиков. Его просмотры сольного шоу на Ютьюбе набирают сотни тысяч просмотров. Ну, Василий Уткин – это... Как, знаешь, вот Дима когда-то сказал, Николай Осипов – это медийный футбол. А Василий Уткин – это спортивная журналистика России. Я думаю, что никто с этим спорить не будет. А как ты думаешь, тебе самому даже, как, знаешь, президенту лиги, было бы приятно, было бы важно, чтобы хотя бы там один матч Василий Уткин прокомментировал? Я с этим вопросом к нему уже подходил. Он однозначного ответа не дал. Я очень надеюсь, что к нам присоединится в ближайшее время и Дима Шнякин, и Василий Уткин все-таки согласится один из матчей прокомментировать. И у нас уже будет тогда на комментаторской руке... Ох, какая здесь потеря у Эгреси в защите. И чуть это не привело к пропущному мячу. В итоге только угловой. Но было очень опасно. Вот эта разводка мяча у своей штрафной площади чуть не привела к беде. Да, я надеюсь, что тогда у нас полная обойма одних из лучших комментаторов России соберется здесь на комментаторской рубке. Виктор Косачев там ошибся. Да, это, к слову, о том, что Коля сказал. Действительно, мы ждем возвращения Димашнякина. Да, Димаш, ты нас смотришь, если нас слышишь, мы тебя ждем. А он нас смотрит и слышит. По крайней мере, пишет после матча и во время матча. А сейчас хорошая возможность может получиться у команды Эгресис. Менчугов. Это прострел или удар? Но было похоже скорее на попытку удара. Сменчугов очень опасен там на левом фланге. Вадим Сменчугов после переезда в Щелково в 18-м году начал выступать за футбольный клуб «Металист», за «Королев» на КФК. Со временем начали появляться какие-то новые знакомства. И вот однажды ему приходит сообщение от Арама Калашана о том, что на него вышел некий футбольный агент. Кстати, Артем Хачатурян, который сейчас на спорте, я понимаю, раньше был в команде Pro Boys у Тима Егорова и Райзена, спортивным директором, теперь на спорте, для того, чтобы его пригласили в некий футбольный проект. Учего позвали на просмотр, он приехал, ну и там дальше была история такая, что так как он был военнослужащим, совмещать не получалось. Прошло несколько лет, и снова обратился он за помощью к Артему, просил у него помощи с поиском команды. И так он оказался в эгресе Василия Уткина. Сразу согласился. Ой, как красиво. Ну, а с Василием согласились, уже договорились о дальнейших его выступлениях за команду. Да, здесь красиво на левом фланге. И снова красиво. И вот он удар головой. Кроме эгреси в порядке, да? На первых минутах матча. И это против SD Family, которые очень крепко усилились, где и так были приличные игроки, а еще и добавились, вот, пожалуйста, Айбол Абекен, футболист сборной Казахстана. Мы уже говорили о том, что он играл за сборную Казахстана, и только потому, что он дисквалифицирован пока что. Он играет здесь, на турнире медиафутбольной лиги. А это парень, еще раз напоминаю. Найдите этот гол, посмотрите, с центра поля он забивал в матче Казахстана-Албания буквально год назад. Да, да. Ну, и видел, да, еще в начале матча он пробил, ну, буквально там, не с центра поля, но метров с 35, наверное. И вот-вот, еще одна попытка. Но это не Абекен. Это... Советов. Советов, да. Еще один футболист, который тоже на проф-уровне играл. Кстати, из футболистов, которые на проф-уровне играли, все в заявке у команд. Вот, например, у SD Family, я сейчас посмотрю, кстати, в этой заявке есть или нет. Нет, конкретно в этой заявке на матч я его не вижу, но в заявке на сезон, по-моему, у них был... Но это не медиа. Это Валер Соломатин. Вот так вот в тренерском штабе Эгреси очень патриотично все, да. С логотипом Родина медиа. Родина, точнее, с логотипом. Так вот, с заявки у SD Family на сезон был Андрей Аршавин. Коль, можешь сказать, на что рассчитывают все эти команды, которые пытаются заявить Андрея Аршавина? Ну, давай так. Мне кажется, что одна команда это SD, что другая наши парни вполне могут договориться с Андреем в силу того, что в Казахстане он играл и был большой звездой. А вот сейчас, кстати, этот красивый момент забегания, обыгрыш. Глеб Алексеев там здорово постарался. И такая передача тоже, да, черпачком. Ну, красиво, но удар, к сожалению, получился с ловеньким. Да, так вот, а Матч, ой, Матч ТВ. Матч ТВ тоже пытался, да, Аршавина заявить. Да, но наши парни, я думаю, что, имея свой интересный достаточно ресурс, вполне в состоянии уговорить Андрея примкнуть и к Роману Широкову, и к Андрею Тихонову, и к Дмитрию Оленьевичу, и к Егору Титову, и к Роману Шишкину, и к Сергею Овчинникову. В общем, ко всем тем звездам, да и к Диньяру Белядинову, которые эту команду представляют, чтобы это собралась крутая, самобытная такая прям дружина. Кстати, я очень приятно удивлен формой физической Диньяры Белядинова. Ренат Менбаев тоже, наверное, самый активный футболист в составе команды РФС, они были вчера. Ну, вообще Белядин как капитан этой команды, больше всех минут провел на поле, мне кажется. Ну, из полевых футболистов. Да, давай, давай, давай. Полный топ. Кэс, Кэс, идти поменяйтесь, Глеб. Антон Попов, знакомьтесь с ним. Вспомни, что делали, что в среду делали. Вот этот жест в конце. 14 минуты, футболисты Эгресси с мячом в центре поля. Это как раз Глеб Алексеев, в адрес которого в том числе Антон Попов сейчас обращался. С Менчугов, с мячом на левом фланге. Обычно они здесь на левом фланге взрываются и в скорости убегают, но тут все заблокировано, скоростной атаки не получится. Есть ли, Коль, какие-то новости по поводу команды Козлов? Потому что вчера, пока мы вчера вечером с тобой общались, ты говорил, что ты не общался с ними на тему всех этих заявлений относительно того, что некоторые медийные люди не будут в команде. Харен, я как вечером не общался, так и сейчас еще не общался с Димой, потому что, ты знаешь, у меня произошел небольшой технический покап. Вчера здесь был дождик, и Коля в какой-то момент положил телефон. У меня непромокаемый по заявлению Apple iPhone все-таки промок. И я до сих пор нахожусь без связи, поэтому все, кто еще пишут, звонят. Я подтверждаю, если заходишь в телегу, смотришь Коля Осипов... Телега ожила, телега уже ожила, мне пришлось приобрести телефон с утра, сейчас обновляются все приложения, но WhatsApp пока еще тоже не работает, телега ожила полчаса назад. Вот, и я с Димой еще не разговаривал, с Димой еще не общался, поэтому будущее Козлов и вообще будущее их состава для меня до сих пор остается загадкой. Ну, повторюсь, это медийный футбол, я верю в то, что это, в определенной стороне, шоу. И, как мне кажется, после того, как Дима сам выложил пост о том, что он не является игроком Козлов, мы должны понимать, что все это, возможно, шоу. Да, и если мы увидим там в следующие выходные, а именно тогда будет дебют Козлов внутри второго сезона медиалиги, кого-то из тех, о ком он говорил, и медийным составом они выйдут, то все это окажется действительно шоу, а не распадом команды, которой бы, наверное, никому не хотелось. На финале МКС мы были в одной ложе, смотрели этот матч на стадионе ЦСКА, и там еще был парень Молодой Платон, здесь какой Рубилов в центре поля, Куаныш Совета все-таки теряет мяч, и, ну, довольно жестко, да, здесь борется раз за разом за мяч. Дает играть судья, Александр Филимонов дает играть. Вот когда мы были в одной ложе, там приехал и Молодой Платон, молодой рэпер, который еще 14 лет на себя стрельнул, сейчас ему 17 лет, а кажется, что Платон все время юг и молод, потому что ему стрельнул очень рано. И он рассказал мне, что на первый матч, это было буквально вот два дня назад, что на первый матч для себя команда «Козлы» выйдут полностью медийным составом. Но потом была речь о том, что там условно того же Джарахова поменяют, например, если он приедет, конечно, через три минуты. Ну, ничего страшного, я думаю, что наличие Эльдара просто на поле, это уже большое достижение как команды «Козлы», так и лиги в целом. Поэтому будем надеяться, что медийным составом «Козлы» удивят всех, а мы лишь убедимся очередной раз в том, что выбор в пользу этой команды зрителями был действительно правильным, и те реверансы, те авансы, которые сейчас аудитория «Козлам» дает, они оправдаются сполна, и всем будет только интереснее от того, что эта команда появится во втором сезоне. нарушение правил, гол в пользу SD Family. «Самбер, флангами поменяетесь!» Давайте смотреть, что здесь будет, и как раз один из лучших исполнителей дальних ударов «Айбол Абекен» у мяча, и есть ощущение, что это будет удар как раз поворотом. Да, действительно, мне кажется, он именно бил поворотом, судя по разбегу, потому что, конечно, как мяч полетел. Это, конечно, был удар поворотом. «Айбол Абекен» — футболист сборной Казахстана, который из-за дисквалификации недоступен для своей сборной, но доступен для медиафутбольной лиги. Дидар привез много новичков в команде, ну, в частности, и «Айбол Абекен», и «Алдияр Шапарханов» из Ирины Кайратовны. Ну, и еще ребята, известные блогеры в команде, которые, там, блогеры-миллионники, которые приезжают сюда раз за разом. Часть команды, напомню, базируется здесь, в Москве, часть приезжает из Казахстана. Грустили парни из, кстати, SD Family о том, что у них забрали Грека. И Эрбаладжи Набылов, ты забыл сказать. Если не ошибаюсь, это один из самых популярных блогеров Казахстана с аудиторией, там, свыше 8 миллионов человек, что, по-моему, чуть ли не половина населения самой страны. И Дидар, ну, скажем так, сдержал слово, изначально заявляя, что медийным составом SD будут радовать. Ну, а по-футбольному надо досмотреть до конца этот матч, понять вообще, в какой форме ребята приехали. Ну, скажу тебе так, что наличие того же Советова, который сейчас был с мячом, это действительно украшение турнира. И уже тут Дидар тоже нас не обманул. Да, видишь, как в центре поля получается очень сильная связка Советов и Абикен. Это, конечно, очень серьезное такое подспорье для команды SD Family. Два очень опытных футболиста, которые на медиалиге себя могут очень здорово проявить. Здесь футболисты Эгрисы с мячом на своей половине поля. И очень налево. Сушилин. Правой ногой сильно вперед. И немного не точно получается, поэтому до Смичугов мяч не доходит. А вот польза из SD Family. Смичугов мне пока больше всех запомнился. Ох, а вот сейчас могут запомниться другие футболисты. Пас направо. Нужно хотя бы до удара дело довести. Вот он, удар. Но здесь нужно поаплодировать футболисту SD Family, который успел ногу подставить. И от Зорро Никиты Зорина не случился гол. Хотя все предвещалось, честно, что-то интересное. Вот здесь перехват мяча. По хоккейному под шайбу брыгнул. Ну, класс, да, спас свою команду. Артемий Пономарев здесь перехватил мяч. Дальше продвинулся. Сделал передачу на правый край. И оттуда уже последовал удар. Дазжан Кенжигулов спас команду этим прыжком. 20-я минута. SD Family Aggressy. Вот такой неожиданный... Розыгрыш. Вот, да, такое неожиданное решение. Мизом на ближнюю штангу. Борьба за мяч продолжается. Красиво. Это был Зорро, кстати. В итоге сохранил мяч для своей команды. И опасно может получиться. Это удар в ближний угол. И другие парни из Эгреси показывают дружище. Ну, как же так? Мы на дальней штанге открывались. Но проигнорировал это открывание. Вот, смотрите, на эту чеканку, да? На технику, как Юрий Жирков обычно это делает. Сейчас Зорро. Никита Зорин исполнил. А потом уже подача Дамира Курамшина. Подача, удар. Хотя многие ждали подачу там, на дальней штанге. Ну, кстати, такой тоже, да, обманный трюк, обманный ход, потому что все ждали подачи как раз на дальней штанге. Он не говорит, как ты завод, как ты завод. Он говорит, ну можно казаться. Да, здесь Валера Соломатин уже совсем не палится и просто снимает все с себя и остается полностью в экипировке Родины. Ну, странное, конечно, решение, когда ты в тренерском штабе Эгреси. Почему ты приходишь в экипировке Родины? Ну, наверное, может быть, на всех не хватило комплектов формы. Это один вариант ответа. А второй, мне кажется, все-таки любой футболист, играющий профессионально, всегда рад той экипе и той команде, в которой он находится. И это лишний раз тому подтверждение. Он пришел, так сказать, на морально-волевых, показать, что он профик. И его наличие на скамейке запасных – это только большой плюс и украшение для команды Василия Уткина. Ну, это знаешь, что такое сомнительное. Курочка, соус, тартар и вкусный кэшбэк. Чикен тартар. Только в Бургер Кинг. Продолжаем смотреть футбол. 22-ая минута. СД Фэмили Эгреси все еще не отмечая в этой встрече. Но мы, конечно, верим в то, что это дело времени, потому что опасные моменты время от времени возникают. Причем у обеих ворот. Потому что небезгрешные на свое половине поля тоже футболисты Эгреси. При том, что, мне кажется, они острее в целом впереди смотрятся. Потому что у ворот Эгреси разве что они сами себе привезли момент, когда... Ну, либо дальние удары. Да, дальние удары, там, Советова или Абикена, Айбола. А так, да, единственный опасный момент был, когда парни из Эгреси сами там напортачили в этой перепасовке у своей штрафной площади. Вот он, Зорро. Формы, конечно, явно выделяются. Я говорю, у очень многих команд тоже типичные формы. Но тут еще интересно, да, у Эгреси то, что это отсылка к своему району, где все начиналось. Бабушкинский район, Медведково. Классический спальник московский, да, и тут... Это супер. Это московский хокон, да. Без песен, цитата. Да. Очень красивая форма. 23 минуты, половина первого тайма уже от Игана. Кстати, в командах, в обеих командах есть по одной девушке, верно? О, как и в любой другой команде лиги, да. Теперь это закон. Что ты думаешь, кстати, по поводу этого? Таисия Разворотнева в команде SD Family, мы с ней пообщались. Девочка из Чертанова, из молодежной команды Чертанова. 18 лет ей, и она как раз пока с молодежной командой играет. И уже парни говорят из SD, что она набивает минимум лучше, чем Сайло. Поэтому это уже многое значит. И в целом все делает лучше, чем Сайло. Возможно, и свой инстаграм снимает. А, возможно, и ярче, чем он на конференциях может себя проявить? Кстати, да. Ну, это значит совсем уже серьезная заявка, потому что мы помним Сайло на конференциях. Даже против Тудроц, их главных главарей, выступал Сайло. Очень смело на пресс-конференциях мы это помним. Заднюю не давал, да. По поводу этого правила, что у каждой команды в заявке одна девушка должна быть. Что ты скажешь? Ты доволен тем, как это правило в итоге реализовалось? Давай так. Мы делали это правило, исходя из того, что команды все-таки смогут приобрести себе новую аудиторию наличием девчонок. Во-вторых, мы надеемся на то, что в нашей лиге существуют определенные договоренности команд друг с другом перед началом матча, где эти девчонки могут выйти и сыграть, опять-таки, другу против друга на схожих позициях. В-третьих, я уверен, что челлендж с участием девчонок будет ярким украшением второго сезона. Классный клеп Алексеев разобрался. Мяч под левой. Он ищет, ищет возможность для удара, но делает пас. Проникающая не проходит от Курамшина. Дамир Курамшин, кстати, не играет в ЛФЛ обычно за эгресси, то есть не играл, да? А он как раз подскочил именно на этот турнир. Сильный футболист, которому Вася Уткин и вся команда не отказали, потому что это игрок, который готов команде помогать. 25-я минута из замены у SD Family. Это Нурталеов, Тимирлан, Левша у него написано на футболке. 72 номер на поле появляется. Ну и у команды Эгресси тоже замены сейчас пройдут. А как тебе тандем наших помощников арбитра? К слову о девушках в лиге. Мне очень нравится эта история, что помощницы главного арбитра. Не помощники, а помощницы. Да, это, если что, Нина Зобова справа и слева Анастасия Мещерякова. Анастасия Мещерякова отработала их вчера. Когда только замах идти? Да, 11 ночи, между прочим. А Нину Зобова мы все помним по матчам первого сезона. Безусловно. Ну и вот, пожалуйста, они сейчас тоже. Причем очень даже уверенно вчера смотрелась на трансляции. Посмотрите, на трансляции только что было видно, как к нам приближается Сергей Юран, который через несколько минут, а может быть даже быстрее составит тебе тандем в комментаторской. Ничего себе, ничего себе. Какими судьбами? Расскажи. Я не знаю, но я увидел его в камере и подумал, что, наверное, он идет сюда. Не ты его пригласил? Нет, он приехал сам, потому что от меня приглашения не было. Может, на переговоры в Финке ездят? Нет, может быть, на переговоры в одну из команд, которые сейчас играют. Но что-то мне подсказывает, что так как он идет в сопровождении нашего сотрудника, это речь о том, чтобы оказаться в комментаторской рубке. Это серьезно. Так, серьезно? Здравствуйте. Серьезно? Сергей Юран здесь. Сергей Юран собственной персоной. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Сюда присаживаться. Вот сюда, пожалуйста. А давайте мы операторов позовем сюда, потому что нужно... А вдруг там не поверят? Вдруг не подавайте, я помогу вам. Пожалуйста. Не поверят, что вы к нам присоединились сюда? Я? Да? Сергей Юран, посмотрите. Сам Сергей Юран. Ну что, что вы вообще знаете о медийной футбольной лиге и какими судьбами вы здесь? Ну, здесь, во-первых, сейчас мы бегаем по субботам, футбольчик так, для здоровья это. Но об этой лиге я многое знаю. Видите, подпись, легенда. Здорово. У меня младший сын, 15 лет, он просто фанатеет. С кого болит? За Амкал, по-моему, если не ошибаюсь. Поэтому мне рассказывают, но я еще так до конца не могу понять, что, чего. Но по популярности, по-моему, она даже РПЛ, по-моему, превышает. Ну, а как Амкал, кстати, следующий играет? Вы сына не взяли с собой? Ну, если я ему сейчас позвоню, что будет РПЛ, я не знаю. Да он обалдеет, он приедет точно. Да, зовите. Амкал играет против команды бразильцев. Да, новая бразильская команда появилась благодаря Леше Гуркину. Давайте досмотрим эту атаку. Атаку казахов. SD Family. Передача не проходит. Будет угловое. Но до углового время есть. Так вот, будет следующая игра. Амкал против команды бразильцев. Там Жунта называется команда. Так что зовите сына. Он сможет познакомиться. Я уверен, вы можете помочь ему познакомиться с футболистами Амкала. Ну, я думаю, да. Для него это будет очень здорово. Потому что, да, он следит, фанатеет, рассказывает. Вот он на вес и есть шанс, чтобы добить мяч ворота. Но выше ворот. Очень серьезно выше ворот. Мяч пролетел после удара Нардуалета Аббаса. Да, это был в целом опасный момент. Это Кока, вышедший на замену футболист Эклиси. Еще раз подача Дидара. Дальше борьба за мяч. И Нардуалет Аббас не смог подстроиться под этот очень тяжелый мяч. Был мяч подстроиться. Думаю, что даже более профессиональным футболистам было бы сложно здесь завершить забитым мячом. Кстати, Сергей, я сейчас подумал. Вы представляете, насколько для вашего сына было бы просто невероятно, если бы вы, например, возглавили Амкал. Представляете? Да нет, нет. Невозможно? Нет, это я думаю, что... Ну, и никогда нельзя говорить невозможно, невозможно. Ну, нет, все-таки это РПР. Это другое, другое. Тяжело будет, как говорится, поменять. Василий Уткин. Сегодня ведь играет команда Василия Уткина. Эгреси – это его банда. Его банда, да. Мы с Васей увиделись как раз, когда команда приехала. Но я слышал, сын, естественно, рассказывал, кто возглавляет. Там Уткин, там блогеры, там те... Команда РФС. Вчера играли Егор Титов, Дмитрий Оленьчев был здесь тоже. Это Андрей Тихонов, Игорь Семшов, Евгений Алдонин, Александр Филимонов, Ренат Кинбаев, Дениар Беллидинов. Там огромный список ребят. Это здорово, здорово, когда люди приходят. Почему вас нет в этой команде? Не знаю, не приглашают. Не приглашали? Не приглашают. Так, срочно, срочно, РФС, свяжитесь с Сергеем Юраном. Или кто-нибудь свяжитесь с Сергеем Юраном? Вы бы поиграли за кого-то? Да нет, и навеков не было. Премьерки серьезные говорят в команде РФС. В чем-то и обидно. Сейчас пока есть возможность, пока немножко отдыхаем, не работай. Как-то, да, должны отреагировать. По крайней мере, Сергей, был слух, что там платят 70 за матч. 70? Это серьезные деньги. Это серьезные деньги, конечно. Можно и поиграть. В эфирме? Можно и задуматься. Ну, только с тренировки. Да. Ну, это здорово. Так, если что, вы готовы? Ну, почему нет? РФС, свяжитесь с Сергеем Юраном. Могут и другие связаться, клубы. Пожалуйста, пожалуйста. Телефон сюда я поднимаю. 30-я минута заканчивается. 0-0 пока в нашем матче. Сергей, как ваши переговоры с какими-то, может быть, командами уже другими? Какие-то предложения есть сейчас? С этой лиги? Нет, вообще. А, вообще? Из РПЛ там. Ну, естественно. Здесь такая она неблагодарная работа тренерская. Поэтому каждый турка... Самая неблагодарная – это работа тренером в Химках, как будто, если честно, нет? Нет. Ну, потому что, Сергей, вот честно, мы все просто удивляемся. Как вы раз за разом соглашаетесь туда идти после того, как вы выводите команду в Премьер-лигу, увольнение. Теперь опять команда набирает хороший темп, увольнение. Ну, что это такое? Ну, с каждым разом хочется вериться, что все это закончилось. Первый раз. Ну, это стокольмский синдром. Каждый раз думаешь, что это уже конец, и все будет хорошо. Ну, ты все-таки хочешь верить в это. Классная атака СД Фэмили. Дидар может и пробить с левой ноги, Дидар! Дидар, а это был хороший шанс у казахов. И капитан СД Фэмили с левой ноги в правый нижний угол метил, немного не попал. Удар-то по силе был неплохой, точности не хватило. Ну, отметим тоже, да, что на дриблинге тоже ушел Дидар здорово. Вот здесь против защитника финтами раскидал его, от Коваленко Сергей ушел. И дальше с левой ноги. Вот он, вот он, Дидар во всей красе. Просто не попал в дальний. Дидар тоже играл, кстати. Здесь много ребят, которые с футбольным прошлым. Я знаю, да, мне сына информируют, да, говорят, и в первой лиге кто-то играл в Фэнели. И в командах, и даже где-то и в премьер-лиге где-то рядом были там. Ну, да, тут квалифицированные футболисты. Потому что я изначально думал, что это будут чисто любители, то есть, ну, во дворе. Да, нет, конечно, вот условно даже в команде СД Фэмили, их главный лидер и вожак, собственно, десятый номер, Дидар Садыкбек, когда-то сам играл на уровне молодежной сборной Казахстана. Казахстан. Есть, например, здесь Айбол Абекен, он вот еще недавно играл в сборной Казахстана, он пока дисквалифицированный, пока может играть здесь, в Амедиа-лиге. Парень год назад забил с центра поля ворота сборной Албании в Лиге нации. Есть и Куаныш Советов, который тоже в профессиональном уровне выступает. Классный момент у Эгреси. И Зоро чуть всех на свете не прошел. Но, может, и можно было поделиться мячом там в этой ситуации. Да, нет, я вижу, что есть в Кулистере. Ничего себе. Вы видели, да, сейчас, как разбирается Станислав Латцевич? Ну да, со двора так и сложно разобраться парню там. Все-таки видно, где-то был более профессиональный. Так, здесь друг другу тоже выписывают какие-то претензии. Спасибо большое, да, Сергей Юран. Да, спасибо, что пригласили, да. Теперь жду звонка. Раз объявили, даже на телефон. А все еще пусто, да? А вот уже пошли звонки, по-моему. Уже звонят, да, уже звонят. Так, так, так. Да, уже звоню. А ты не поднимай, уже пошли звонки. На полном серьезе уже минуты назад. Да, пришло сообщение. Все, сейчас я переговорю. Так что ждите Сергея Юрана в какой-то команде в Медий-лиге. Пока человек свободен, нужно ему как-то занять. Вот написано, я про Медию-лигу. Все, а кто это? Дмитрий, может, Кузнецов? Может быть. Пошли бы в Тудроц? Это сильнейшая, одна из сильнейших банд в Медия-лиге, да. Ну, а подумать, сейчас созвонюсь. Да, все, отлично. Спасибо большое. Спасибо вам, да. Сергей Юран здесь. Как раз пристроили меня сейчас время на работу. Спасибо. Приходите чаще и с сыном тоже. Спасибо. Сын Сергея Юрана, оказывается, переживает за Амкал. Так что будет двойне приятно его сыну здесь оказаться. Я думаю, что обязательно это в скором времени случится. Так, ну что, друзья, я захожу в комменты тоже, в чате, посмотреть, что вы там пишете. Может, какие-то идеи накинете про Сергея Юрана. Да, крутой мужик, конечно, сильнейший футболист в прошлом. Ну, и неплохой тренер, видите, как получается. Потому что в химках он себя здорово показывал не один раз. Мы потом следовали, конечно, безумное увольнение его, когда команда добивалась результатов. Эггаси с мячом. В центре поля здесь все происходит. Кока. Я сейчас, кстати, смотрю сериал. Называется Юз сериал на премьере. И там как раз есть один персонаж Кока. Грузинский персонаж, соответственно, грузин. Ну, и Кока тоже грузин. Видимо, популярное имя. Дайте знать, в комментах есть грузины. Популярное имя в Грузии. Ну, по-моему, Коки это прозвище. А здесь Кока Кикалашвили. Так и написано. В общем, свистните. Вот, 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 да, да, да. Дмитрий пишет. Привет, Сергей Николаевич. Уже звоню, а ты не поднимаешь. Я про меди-лигу. Как вы думаете, кто это, Дмитрий? Пишите тоже в комментах. Может быть, от Егорова? Нет, по-моему, на аватарке не Егоров. В подкате. Чуть не достал футболист. Было очень близко. Официально я не знаю. Так, мячуэк. Подсказываем про то, что мы сделали самое крутое усиление. СД-фэмили пожертвовали им нашего граната. Да, Владимир Гранат у нас в СД, игрок сборной России по футболу, центральный защитник. Я думаю, это стопроцентное усиление не только в футбольном плане, но и в медийном. Да, вот такое вот включение у нас случилось. Кстати, да, действительно, Владимир Гранат теперь в команде СД-фэмили. Бывший игрок нескольких клубов РПЛ сборной России. Подписал несколько часов назад соглашение с СД. Поэтому это все на полном серьезе. Смотрю в комментах. О, кстати, вот и болельщики Казахстана. Наконец-то! Я отдельно рад. Я отдельно рад, потому что в первом соне мы ждали. Усиление там среди болельщиков казахстанской команды. И вот, пожалуйста, они. В комментах пишут лайк за Юрана, когда футбольный хейткара. Может, однажды воскресим эту программу, кто знает. Ливан Матуа популярна грузина, это факт. Так, а еще вот вариант Клава Кока. Боюсь, она не грузинка, да? Там какая-то другая Кока. Кто из 2D? Кто у 2D из девочек, кстати, не знаю. По-моему, вчера у них точно никого не было из девочек. Илона, она в команде, ведь... Гоудз, Козлов. Еще одна замена. Ой-ой-ой, вот это смело. 666 номер. Амир Каримов. Собирается на поле выйти. А, кстати, да, Надя Карпова. Покануне как раз ведь писал Жека из 2DROADS, HiJay, в сторис, что могут они объявить, подписать Надю Карпова. Кто знает, может быть, если так случится. Первая желтая карточка. И, кстати, Кока ее и получает, я так понимаю. И вот он, этот момент. Давайте смотреть. Просто рукой останавливает этот проход. Абикена. А вот и замены пошли. 666 номер. Амир Каримов вышел на поле. А еще 17-й Аксултан Сламбер. Кока первая желтая карточка в этом матче. SD Family Aggressive по каждому счету. Напоминаю, это второй. Игровой день. Так, кто здесь будет бить? В итоге Советов наносит удар. И чуть выше ворот мяч проносится. Глюкин не достал до мяча. Но кажется, что все контролировал, судя по всему. Вот он удар. Такой, да. Мяч как камень сваливается в конце. Но все-таки не дотягивается до него пальцами, кончиками пальцев. Алексей Клюкин. А поэтому и углового здесь не будет. В начале матча я уже говорил. Кстати, Экроси опять возятся у своих ворот. И мы помним, да, что как-то это привело к перехвату, потере мяча, перехвату и опасному моменту у ворота. Но они продолжают вот этот выход из обороны в атаку через короткий пас. И в целом это то, как играют многие большие команды сейчас. И это стало вообще, да? Честно сказать вам, ты иногда смотришь, например, высшую линию российского футбола. Так, а что здесь? Извините, не, товарищи! Я же Динясь! Я же извинился! Мы с тобой нормально дружим, даже извинения здесь не получится. Он пытался его, он пытался его переубедить, извиниться. Обнимал коныш Советов. Но Александр Филимонов не преклонен. Желтая карточка все-таки появляется. И вот он, этот момент. Еще раз давайте посмотрим. Это Кока здесь обыграл одного. Дальше отобрали у него мяч. И Куаныш Советов искренне-искренне просит не показывать желтую карточку. Но арбитр это делает. Сороковая минута. В начале матча я уже говорил, но не до конца, мне кажется, объяснил. Уже говорил про респект Киру Воробьеву, который передал мне большой список с разными интересными фактами про футболистов своей команды. Я призываю все остальные команды тоже так сделать. Текила и Родина Медиа уже это сделали. Поэтому, пожалуйста, все другие команды тоже давайте, ребята, будете тоже помогать делать эти трансляции, скажем так, насыщеннее. Потому что нужно с помощью вас, конечно, в том числе рассказывать про какие-то интересные моменты, интересные факты про самих футболистов на поле. Струнин играет направо. Зоро, подача в штрафную площадь. И получается неточная передача в штрафную площадь. Хороший! Давай, давай, ты выйдешь, ты во втором тайме разъебешь меня. Паш Чапурин. Вот так один вратарь подбадривает другого. У Паши Чапурина, конечно, стиль в полном порядке. Никита Зорин очень активен на старте. Никита Зорин, он же Зоро. Высокий футболист, фланговый нападающий. С двух ног может бить. Поэтому вот мы видим, да, что он в целом как раз очень активен. И, кстати, насчет того, как он попал в команду, смотрел выпуски Агресси на Ютубе. Потому что вы сами, да, спрашиваете часто, а как попасть в команды какие-то из медиалиги? Присылаете в директ сообщение, что вот мне там 15 лет, мне 12, мне 20 лет. Кстати, неплохой момент. Нужен еще один удар. Здесь укрывает футболист Агресси мяч корпусом. Струнен. Направо. Пошла передача в штрафную площадь. Не очень сильная. И ничего опасного и не происходит. Стеночку обыгрались. Как насчет удара? Ну, удара дело не доходит. Жестко, но все чисто. А здесь не очень точная передача назад, и она чуть не была перехвачена. Равная игра у нас получается. Да, так вот, я не договорил насчет того, как попал Зорин в команду. Так, у нас тут Сослан Гатагов, что он говорит? Да, ну, а защите, что делать? То есть там Амаликс был залом, да, Амаликс? Ну, он просто был залом. А ты берешь? Консультируют наши судьи Сослана Гатагова, тренера на спорте. Здесь рядом такой ликбез, может быть, по футбольным правилам. Куда, куда? Сюда, нет. Здесь какие-то спорные моменты, да, для себя какие-то непонятные тоже важно услышать. Кстати, ведь перед этим сезоном для представителей команд был как раз такой сбор именно по судейским вопросам. Я все не закончу эту историю про то, что вы спрашиваете сами, как попасть, да, в команду. Вот, пожалуйста, привет, Никита Золина, Зоро из команды Агреси. Барис смотрел выпуски Агреси на Ютубе, потом забросил. Однажды Сба завела его в Бабушкинский район, который, кстати, да, на форме Агреси как раз расположен, отражен. Он переехал туда жить и начал подыскивать себе команду, чтобы там в удовольствие поиграть. И вспомнил, что Агреси, которых он смотрел, как раз выходцы оттуда, с Бабушкинского района. И подумал, что было бы отличие там играть. Ну, собственно, написал он Василию Уткину, что хочет попасть в команду. После чего Василий ответил, они пообщались, он пригласил его на просмотр. И Зоро прошел просмотр, и вот он здесь. Воспитанник клуба «Волга» из Твери. Замена УСД. Адик выходит вместо Нурды. Двторая минута до конца основного времени первого тайма. Еще одна неточная передача здесь на половине поля Агреси. И чуть как раз вышедший на поле Адик, чуть не перехватил мяч. Как там у нас дела в чате? Напоминаю, что в чат вы можете писать свои вопросы, писать какие-то интересные факты наблюдения. Как, например, вчера, когда мы обсуждали эпизод с тем, что вышел по третьим номерам. Какой дальний удар. Решается на дальний удар. Это Советов, по-моему, да? Ну, здесь Клюкина вообще не обеспокоил. Такой удар. Да, Кланыш Советов бьет. Так вот, насчет вчерашнего эпизода. Я вам отдельный респект хочу выразить за то, что вчера мы этим общим детективным агентством вы подкинули в чате эту идею про то, что почему вышел Гаучо в составе Тудроц именно под третьим номером, связав это с тем, что они оба ганцы. С Само Гьян и Гаучо. Я Само Гьян играл под третьим номером в сборной Ганы. И мы передали этот вопрос. Камиля Харрисова уточнила у Гаучо на флеш-зоне после матча. И Гаучо действительно подтвердил, рассказал о том, что для него кумир с детства, А Само Гьян. И, собственно, поэтому он сам играет под третьим номером в составе Тудроц. Это было круто. Поэтому ваши идеи здесь в чате очень-очень ценятся и приветствуются. Так что дайте знать. As the family aggressive. Первый тайм заканчивается. Все еще 0-0. Лацевич с мячом на левом фланге. Хорошая передача получается. Вот так они раскатали здесь соперника на левом фланге. Кока. Уходит все-таки. Передача в штрафную есть. Лацевич. Рядом есть игрок. И как насчет удара? Ох, какая передача! И Лацевич не дотягивается до мяча. Передача была классная. Не первый раз уже эгресси вот такие трюки исполняет в чужой штрафной площади. Такие черпачки. За спину защитникам. Но сейчас до удара дело не дошло. Вот еще раз, да, смотрим. Струнин. Здорово получилось. На Лацевича корпус ставит один игрок. Это даст Жанки Жигулов. Кинжигулов. Ну и дальше уже галкипер забирает мяч. Первый тайм заканчивается. Как вам первая половина игры? Пишите. Были какие-то интересные моменты в целом. Но если, как говорить, в общем и целом, как и Алексей Ищербаков, то была не самая, конечно, невероятная игра по каким-то опасным моментам. Ждем мы, конечно, чего-то более интересного во втором тайме. Но пока мы ждем интересных интервью в перерыве, потому что Камиля Харрисова уже отловила футболистов обеих команд. Зорро у Эгреси. Ну, кстати, да, Никита Зорин был одним из самых опасных футболистов, поэтому логично было бы интересно его послушать. Как раз Зорро, тот самый парень, вот он идет сейчас к Эмиле Харрисовой, про которого я рассказывал, что он просто смотрел когда-то матчи и в целом обзоры Эгреси на YouTube, а потом сам написал, когда переехал в Бабушкинский район, вот к этому мистеру Василию Уткину. Василию Уткину, который, кстати, может однажды в челленджах появиться за свою команду, зарубиться в челлендже. Василий сам об этом говорил, и Кир Воробьев из команды Эгреси как раз подтверждал перед матчем эту историю, что Василий Уткин, может быть, в матче и не появится на поле, да? Но в челлендже за свою эмблему будет биться. SD Family Эгреси, статистика первого тайма. 8 ударов у SD, 3 в створ, у Эгреси 4 удара, 3 в створ. По угловым 2-1 в пользу казахов. Офсайдов нет, нарушение правил 6-7, не грубая, не жесткая игра, по одной желтой карточке у обеих команд и, естественно, без удалений. Это же не амкал с чужим, чтобы удаления уже были, например, в первом тайме. Но, кстати, есть ребята некоторые грубые в составе Эгреси, например, Сергей Коваленко, я помню, в первом сезоне за Рому он играл и удалился еще в первом тайме, было дело. Интервью готово, слушаем Кэмили Харрисова. Зора. Ставки на спор! 1ХБ! Момент идет! 1ХБ! Команда вперед! 1ХБ! Победа придет! Оставь в истории свой след! 1ХБ! Твоя команда, твой успех! 1ХБ! 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 Это твоя победа! Олар жайлы фильм түрлеміз жоқпа? Китаптардағы немесе комикстердегі кақармандар катарынан табылама? Оның супер кастюмін бриу армандайма? Оның... Ханя, ханя, ханя! Деген сөздері қанатты сөзбе айналама? Оларға бұның еш кайстыманызды емес. Бінаусызге. Оларға әлемді сәлі болса жақсарту манызды. Мені осындайдамдарғы жосангерек. Жосан. Косуша сеншін. Мен кіндіктер сеншін. Ставки на спор! 1ХБ! Момент идет! 1ХБ! Команда вперед! 1ХБ! Победа придет! Оставь в истории свой след! 1ХБ! Твоя команда, твой успех! 1ХБ! 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 Это твоя победа! Им не важно, снимут про них фильм или нет. Станут ли они героями книг или хотя бы комиксов? Мечтает ли кто-то про его суперкостюм? И с какой вероятностью его станет крылатой фразой? Им не важно. Это вам. Им важно делать мир немного лучше. Вот для кого нужен ЖУСАН. ЖУСАН. Приложение для тебя. Возможности для тебя. Ставки на спор! 1ХБ! Момент идет! 1ХБ! Команда вперед! 1ХБ! 1ХБ! Победа придет! 1ХБ! 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 3ХБ! 1ХБ! Команда вперед! Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда, твой успех! 1XB – это твоя победа! Олар же или фильм түсірлеме жоқ ба? Китаптардағы немесе комикстердегі қақармандар қатарынан табыла ма? Оның супер костюмін біреу армандай ма? Оның деген сөздері қанатты сөзге айналама? Оларға бұның ешқайсы маңызды емес. Мен ау сізге? Оларға әлемді сәлі болса жақсарты маңызды. Мені осындай адамдырға жосаң керек. Жосан. Космаш асеншин. Мен көрдіктер сеншин. Ставки на спор! Один измэн! Момент идет! Один измэн! Команда вперед! Один измэн! Победа придет! Оставь в истории свой след! Один измэн! Твоя команда – твой успех! Один измэн! Один измэн! Один измэн! Один измэн! Это твоя победа! Им не важно, снимут про них фильм или нет. Станут ли они героями книг? Или хотя бы комиксов? Мечтает ли кто-то про его суперкостюм? И с какой вероятностью его... Давай, давай, давай! ...станет крылатой фразой? Им не важно. Это вам. Им важно делать мир немного лучше. Вот для кого нужен Жусан. Жусан. Приложение для тебя. Возможности для тебя. Ставки на спор! Один измэн! Момент идет! Один измэн! Команда вперед! Один измэн! Победа придет! Оставь в истории свой след! Один измэн! Твоя команда – твой успех! Один измэн! Один измэн! Один измэн! Один измэн! Один измэн! Один измэн! Это твоя победа! Олар жайлы фильм түрлеміз жоқпы? Китаптардағы немесе комикстердегі кақармандар катарынан табылама? Оның суперкостюмін бриу армандайма? Оның... Ханя, ханя, ханя! Девен сөздері қанатты сөзге айналама. Оларға бұның ешқайсы маңызды емес. Мінау сізге. Оларға әлемді сәлі болса жақсарты маңызды. Міне осында адамдырға жұлсан керек. Жұлсан. Косымша сен үшін, мүмкіндіктер сен үшін. Ставки на спор! Один Эксбэн! Момент идет! Один Эксбэн! Команда вперед! Один Эксбэн! Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда – твой успех! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Один Эксбэн – это твоя победа. Им не важно, снимут про них фильм или нет. Станут ли они героями книг или хотя бы комиксов? Мечтает ли кто-то про его суперкостюм? И с какой вероятностью его станет крылатой фразой? Им не важно. Это вам. Им важно делать мир немного лучше. Вот для кого нужен Жұлсан. Жұлсан – приложение для тебя, ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЕБЯ Ставки на спор! Один Эксбэн! Момент идет! Один Эксбэн! Команда вперед! Один Эксбэн! Победа придет! Оставь в истории свой след! Твоя команда – твой успех! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Один Эксбэн! Это твоя победа! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...